Христос воскресе! Воистину воскресе! Все теперь иное. Не только облачение батюшек, завесы в храме, не только содержание нашего стола, но не нашего, быть может, студийного, а вашего, дорогие телезрители. Содержание души иное, мысли другие, все иное. Пасха, Господня Пасха. Пришло то, что ни обнять, ни измерить, ни в слове описать невозможно. Праздников праздник, и торжество, и сторжество. Но это мы с вами понимаем. У нас есть и доводы, подтверждающие истину этих высоких наименований нашего праздника. Но все ли разделяют подобную позицию? Мне кажется, что произведи сейчас опрос социологический. Это, кажется, по вашей части. Вот давайте мысленно произведите социологический опрос самых значительных праздников для наших россиян. Ну, для каждого, наверное, это будет свой набор праздников. Ну, надо выбрать самый-самый. Мы же говорим о празднике праздников. Ну, один-два. Все зависит, наверное, от человека. Ну, я говорю. От его степени веры, от его каких-то, не знаю, любимых праздников детства, от семьи, как принято в семье, поэтому это... Ну, вы отвечаете, как все социологи, 50 на 50, и время покажет. Нет, вы уж не отведите толком. Какие, на ваш взгляд, будут праздники лидерами в этом опросе? Пасха. Да уж, расскажите. Вот сейчас все россияне первым праздником назовут Пасху. Наверное, Новый год. Новый год. Ну, вот так. Согласен, думал, что Новый год. Здравствуй, милый Новый год. Да, это как раз народ, наверное, выделит в числе особо любимых праздников. Дальше. Рождество. Рождество, наверное, да, далеко не подставит, не отставит от Нового года. Ветераны споют «Этот день победы». Мне кажется, и победа один из самых общелюбимых, но это у нас в России. Да, благодаря, в общем, такой, действительно, государственной системе поддержки этого праздника. Сейчас ведь есть другие тенденции рассказывать совсем иначе истории Второй мировой войны, да? А благодаря тому, что государством было признано и объяснено и подчеркнуто, чем велик этот день, то он и по-прежнему продолжает греметь всеми трубами и литаврами о своем значении. Новый год. Сам президент включается в застольную жизнь каждого семейства и поднимает свой бокал, как бы для того, чтобы вместе со всеми порадоваться наступающему... Чему наступающему? Просто новой цифре, меняющейся в количестве лет, прошедших с Рождества Христова, которое отсчитывает человечество. Еще даже не Рождеству, а вот так, Новый год. Но поскольку это общее разрекламированное событие и признанное государство, у которого в руках все-таки и средства массовой информации, и финансирование детских праздников, вот и громыхает это торжество. Хотя в нем, как вы знаете, не без червоточинки дело обошлось. Ну, сейчас не будем к этой теме возвращаться. Новый, старый календарь. А Пасха? Она где? Ну, мне кажется, в последнее время Пасха также очень незначимый праздник для россиян, и президент также в храме. Хорошо бы он в храме был со всеми россиянами, только не все россияне в храм ходят. Больше половины россиян куда ушло на Пасху? Куда? В белых тапочках. На Пасху они уходят на кладбище. Вот именно. Это одно из советских предрассудков, которые из 365 дней выбирают самые неподходящие для того, чтобы сделать общей системой хождения на кладбище. Когда мертвый не един живогроби, место встречи изменить нельзя. Это храм Божий, это божественная литургия, где сам воскресший Христос преподается вснеть верным, чтобы составлять единое торжествующее тело его, Святую Церковь. Но эта привычка пошла не так давно, правильно же стали ходить, потому что не было другой возможности. В выходной хотелось перед праздником сходить на кладбище, посетить своих родных. В праздником, а в самый праздник. Ну, в самый праздник. Ничего плохого нет в поминовении усопших. Не об этом мы иронизируем. А о неуместности, традиции, которая вошла, так сказать, в обиход. Вернее, заблуждение, которое вошло в обиход. Что это благочестиво. Что именно Пасха, время, так сказать, шествия к гробам. Тогда, как для этого были и субботы Великого Поста, и накануне Поста была соответствующая суббота, и Радоница, и Троицкое поминовение усопших, как специальные дни, посвященные общецерковному поминовению прежде почивших православных христиан. Так что с Пасхой все очень неоднозначно. То, что действительно сейчас наши первые люди страны, власти, дают добрый пример участия в том числе пасхальном богослужении, отрадно. Но это еще мало для того, чтобы высветить настоящую сверхценность. А что необходимо? Какие меры нужны, чтобы этот праздник был более масштабным? Ну, например, в Российской империи Великим Постом были закрыты все развлекательные учреждения. Театры, не говоря уже о булаганах. Мясо даже не продавали. Да, люди готовились, потом торжествовали. Дело, конечно, не только в ограничении в пище, дело в самом сострадании пути к крестному Господа. А потом появляется и событие. В чем сильно 9 мая? Именно тем, что был сначала крестный путь всего народа, были бесчисленные жертвы, которые принес русский народ, и не только русский, в этой страшной войне. А потом была Пасха, была свобода, была победа, которая еще, к сожалению, тогда не освободила Отечество от большевизма, но освободила Россию от врагов внешних. И это было торжество, но оно далось нелегко. И поэтому действительно дорого стоит. Почему наши дни рождения в наших домах все-таки культивируются? Да потому что, собственно, этот день, немногим отличается от остальных дней, но в этот день мама потрудилась и дала нам жизнь. Спаси ее, Господи, за это. Как и говорит апостол Павел, спасется женщина челя родин, если, правда, пребудет в благочестии и целомудрия. Так вот, и предыдущий труд рождает великую радость. Поэтому, думаю, если не потрудится страна в подготовке к Пасхе, не потрудится в благоукрашении храмов, не потрудится в очищении нравов, не потрудится в молитвенном труде и в покаянном, которым призывает Великий Пост, никогда не станет Пасха для всей страны праздником праздником. Для нас это является. Потому что мы постом знаем, сколько и надо потрудиться бывает, и скорби бывают немалые в этот период, приходится преодолеть. И сколько нужно перемолоть внутри себя, сколько покаянные чувства, горечи сообщает душе нашей. Иногда на посты падения какие-то попускает Господь, чтобы тем горячее восчувствовали мы потребность у Нем, и тем искреннее было наше покаяние и глубже. А потом Пасха. Это рассказ о том, как мы должны участвовать в деле церковном в этом периоде воспоминаний и соучастия Христовым страданиям, а потом и радости о Его воскресении. Батюшка, мы знаем, что Пасха достаточно длительный такой праздник, да, аж целую неделю, и потом празднование, какие-то веселья. Что вообще надо и можно делать в эту неделю? Правильно. По величию праздника и его длина. Все-таки те дни. Для нас это действительно праздник в празднике, и не с чем его сравнить. А вот даже праздник 9 мая один день, Новый год 1-2 января. А тут сколько идет праздник Пасхания? Неделю до троицы. Ну то... Но неделя основная такая. Неделя это вообще один сплошной день. Царские врата не закрываются в знак того, что и ночь для нас, яка день просветилась. Тогда, когда Христос воскрес из мертвых и утвердил победу жизни над смертью. Жизни над смертью. И первая неделя, она вообще несказанная. Она пролетает для православного христианина на одном дыхании. Ее невозможно даже как-то заметить. Что такого там происходит? Происходит прежде всего ежедневная божественная литургия, крестные ходы. И в соответствии с решением Вселенских соборов, Шестого Вселенского собора, там конкретные правила есть, которые указывают на это. Все православные христиане призваны участвовать в каждой божественной литургии Светлой Седминице. То есть ежедневно причащаться к святых христовых тайн и ликовать, сердечно сознавать и переживать Христово воскресение и свою причастность к вечной жизни. Поэтому не закрываются царские врата, позволяется вкушение пищи. Но, кстати, одна радость земная тут не позволяет в это время. Супружеская близость. Супружеская близость. Почему? Потому что все-таки отношения супружеские, хоть и законны, но это радости другого порядка, земного, более низкого или менее высокого, скажем так. И для того, чтобы остаться на высоте пасхальной радости, надлежит и это время делать еще время супружеского сдержания. А венчание? Вот и поэтому венчание не совершается, потому что не очень великодушно обвенчать им сказать, ну вы смотрите на разных веточках, как птички, оставайтесь. Но, собственно, венчание это и есть благословение на супружескую близость. И поэтому оно и не совершается в дни Светлой Седмицы. И первое венчание бывает после завершения венчаний накануне Масленицы. Первое венчание бывает на Красную Горку через неделю после Пасхи. Батюшка, вот всем известные атрибуты, да, Пасхи, это кулич, яйца крашеные, и многие хозяйки очень много уделяют этому времени. Накануне Пасхи. Да, накануне Пасхи. И, наверное, в это время надо совсем другим заниматься. А некоторые уделяют этому излишне много времени после Пасхи. Куличам и яйцам. И после, иду, и покрасить, чтобы было лучше всех. Это, конечно, хорошо, но все-таки нам чрезмерно это тоже не так важно, наверное. Ну, опытная хозяйка. Знаете, может, с первого года будет такая излишняя суета, и вместо того, чтобы посещать незабываемые, самые главные богослужения года, четверг утром и вечером, четверг, вспоминание установления тайной вечери, таинства причащения на тайной вечере, пятница, двенадцати Евангелий, то есть четверг вечера, пятница, весь день, исполненные необыкновенных служб, посвященных Кресту Господнюю, снятию с креста и погребению. И вот все это, и суббота тоже начинается не просто со стряпания и возни с котлетами, а с так же неповторимого богослужения утренней. Точнее сказать, утренней служится накануне, бывая с чином погребения, а в самый день, уже вечерня субботнего дня, с паримеями многочисленными, ветхозаветными чтениями, предвозвещающими воскресение Христова, с последней ритургией Василия Великого из Великопостного чина. И это, конечно, смещение акцентов отрицательно сказывается на пасхальном, на пасхальной радости человека, потому что он уже без сил. Из того, чтобы быть исполненным тех духовных сил, которые дается на богослужение человеку, он изнемогает от кухонного дыма и уже, можно сказать, смрада, потому что ему уже видеть ничего не хочется. Ни еду, ни пасху, потому что он с ног валится. Здесь всякие разумные, пускай себе устроят. По-моему, как раз условность разговения довольно конкретная. Яйца, кулич и пасх. Но, в конце концов, это не салаты оливье, это не фуа-гра, это не какие-то там ананасы в шампанском. Это все достаточно просто и конкретно. Яйца сварить заранее, запастясь в шелухи луковой, кулич испечь или приобрести, в конце концов, небольшой ущерб для благочестия. Нет, я делаю всегда сама, хоть умру, а сама сделаю. Ну, это, знаете ли, ну, когда было время, и мама помогала, можно было делать, когда нет помощи, купишь хороший, да, светит батюшка, бывает, и не сделаешь. Какой сейчас можно купить какой-нибудь иностранный, так там чего только нет, все цвета радуги, как уж там все сделано. Ну, почему это неблагочестиво? Ну, е там есть, ну, купи без е, наверняка какой-нибудь рязанский производитель способен не подсыпать ничего отравляющего. В кулич пасхальный разберись и приобрети. Для них это профессионально. Ну, и что остается у нас? Пасха. Ну, Пасху редко сейчас где хорошую встретишь. Но если только купить хорошую сырковую массу, отжать ее несколько, украсить, тут дело ведь, это ритуальная пища традиционная, но она не сравнима с радостью причащения в пасхальную ночь или в другие дни, светлой седмицей или страстной. Это не то, ради чего стоит провести эти дни. И радость, уверяю вас, когда стол будет и несколько проще, в конце концов, сейчас не надо крутить колбасу, ее можно купить, если это для вас главный атрибут пасхального торжества. В общем-то, можно сэкономить в эти дни на каком-то домашнем кулинарии и дать себе побольше простора для духовных радостей. А гости уместны на праздничной неделе? Уместны они, неуместны они не спросят. И будет их столько, и ты будешь гостем. Так что это уже закон жизни почему-то, что все начинает смешиваться в доме не только тех, о ком Толстой писал, но и всех остальных по причине такого праздничного настроения. И здесь другой важен вопрос, как уберечь гостя от заворота кишок, от всех прочих последствий переедания. Вот здесь надо договориться, дорогие друзья. Давайте не будем демьянами. Убережем своих родных и близких гостей от его ухи. Ушица ей же, ей на славу сварена. Помилуй, что за счет, лишь толпа охоты. Ешь до дна, и это попробуй. Пробуй, пробуй, не обижай хозяйку. Я на службу не ходила, всю ночь пасхальную проспала, потому что уже сил не было. Для того, чтобы ты попробовал. Друзья, давайте не будем портить праздник друг друга. Давайте угощать, ну так как мы говорили, про советы, как в качестве предложения. Вот вы все можете попробовать, все для вас. Не настаивайте. А вот это, ну подождите, а горячее? А горячее? Что, зря что ли? Подождите, мы думали, что уже все. Нет, нет, а как же горячее? Подождите, я горячее даю, но вы не забывайте еще перейти десерт. Нет, нет, я не могу так. Пожалуйста, поберегите друг друга и не... Не объедание главное, наверное, общение, да? Служение, заботу о плоти не превращайте в похоти, вот, а тем более в больницу не превращайте нашу квартиру. А то потом в лазарет выстраиваются в доме уединенного размышления целой очереди из домочадцев. Благо сейчас нет коммунальных квартир. Из-за чего? Из-за того, что не разговляются, а обжираются. Значит, разные вещи. Разговенье и обжорство пишется по-разному, а воспринимается многими одинаково. Поэтому, и вот интересно, совсем не синонимы. А у нас как бы происходит такое. Вот я не вру, ведь правда, видите, как тяжело вам. А, видите, чрево как бы перевешивает все другие части тела. Оно вообще диктует свои правила. Оно определяет, куда нам идти, куда нам не идти. Оно царствует во всем организме. Это же неправильно. Прекрасно и постом, как мы постом себя чувствовали. Помните, уже забыли. Все, прошел день и все. А ведь как было хорошо, подтянутый, свежий, бодрый взгляд, светлый, не мутный, во всем человек как с иголочки, как струнка. А тут что? Видите, как бывает для неосторожного. А вот в духовном, внутреннем делании что-то меняется, но какие-то послабления, может быть, молитвенные есть или что? Вот вы как в монастыре были в Афонском и рассказывали, что там не так уж все было довольно-таки строго, настоятель строгий. А у вас как-то Пасха как отличалась от обыденной жизни монастырской? Меняется в корне, меняется молитвенное содержание богослужений. В основном это тропарь. Христос воскресе из мертвых, из мертвых, смертью, смерть поправа, в исущем гробе, в живот дровах. Эта тропарь поется многократно. Эта тропарь как непрестанная молитва, приличная для всякого христианина. То есть, как мы Иисусову молитву должны были стараться постом не выпускать из своего сердца, прося Господа о помиловании, так мы прославление Светлого Христового Воскресения призваны сделать музыкой, постоянно звучащей в нашем сердце. То, что причащаться нужно всем на Пасху. Есть ли какие-то ограничения все же? Или, как Иван Златоуст говорит, что все должны принять... На все насладитесь этого торжества. То есть, повелевает Иоанн Златоуст, все насладитесь. И постившись, и не постившись. Да, вот часто как раз люди говорят, ну что, я же не постился, ну как я теперь пойду? Сейчас такое ложное благочестие у них существует. Тонкий вопрос. Никому не хочется на Пасху отказать. Потому что это главное причащение года, как самое строгое наказание нарушителю. Великий пост имеется в типиконе указания, а еще кто нарушит или согрешит тяжко, в Пасху да не причастится. И вот, когда человек начинает понимать, что быть вместе с воскресшим Господом – это главное блаженство нашей жизни, это действительно праздник и праздник, и приходит с тем, чтобы быть участником этого торжества, Иоанн Златоуст, отражая духовное содержание торжества и призыв Господень к этой вечной Пасхе, призывает всех на чашу жизни. Но, увы, 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 не все хотят и не все могут. Как, если я упомянул, даже и для исправных монахов, в общем-то, за какое-то прегрешение полагается отлучение, то уж тем более, если христианин хоть и называется таким, и возжелал, наконец, причаститься хотя бы в Пасху, не всякий образ жизни делает для него возможным это участие в пасхальной радости христической, поскольку, если жизнь его проходит вне церкви, есть определенные вериги уже сложившихся отношений, ситуаций по жизни, которые пока его не поставляют среди овец стада Христова, то удобнее и на Пасху остаться с сокрушенным сердцем, сознанием того, что что-то главное и великое проходит мимо меня, но пока такова моя жизнь, я буду на крестном ходе, я буду кричать воистину воскресе вместе со всеми, но я дам место и плачу покаянному, ибо пора что-то менять в своей жизни, пора узаконивать неосвященное мое сожительство, пора, если я иным каким тяжким образом согрешал пред Богом, бросать это дело и возвращаться к той жизни, которая меня может привести к вечному воскресению. Так что иногда пасхальная благодать действует и не как утешение и примирение, а как покаяние, которое всаждается в сердце. Батюшка, а вот есть еще такое понятие, как пасхальные христиане, даже праздничные христиане, которые причащаются только на Пасху, ну еще может быть на Рождество, и вообще в храм причащают только на Пасху, предположим, так тоже тоже нельзя? Ну не запретишь хотя бы в Пасху посетить храм, но просто это внешнее участие и не есть участие в жизни церкви. Все-таки это праздник церковный. Вот с самого начала мы спросили, почему так меньше славы? Потому что не государственный. Праздник церковный, церковь о нем радуется. Кто не член церкви по образу жизни своей в течение года, как может на Пасху-то и возрадоваться как следует? Поэтому, ответив на вопрос, является ли это главным праздником для всего нашего народа, отрицательно, мы говорим о том, что большинство нашего народа, несмотря на то, что крещеные, не живут жизнью церкви, поэтому это для них не является главным праздником. Ибо только очами церкви можно узреть Христово воскресенье, очами веры, не верующие во Христа, что он Бог, и в воскресенье его не так нуждается. В победе нуждался человек, потому что иначе фашисты царствовали бы на нашей земле. А если совместить и государство признает в большей степени сделать официальный выходной, праздник, такого еще и государственного масштаба, это поможет как-то ситуация? Слава Богу, он подстроил так, что государство вынуждено было признать даже советское. Пасху всегда выходным днем, потому что Пасха всегда приходится на воскресенье. В этом отношении даже козни 20 века не отменили выходного дня. Другое дело, что специально на этот день иногда безбожные власти, которые тиранили нашу страну столько десятилетий, устраивали на Пасху какие-то субботники. Я думаю, дать какой-то дополнительный выходной, чтобы вот люди... Ну да, например, было бы прилично очень выходной накануне. Нет, я бы тогда сделал, как у нас, например, в православной гимназии. Четверг, пятница и суббота страстные. Они не учебные дни, но учеба происходит по самым главным темам страданий Господних. Это участие в богослужении. Не в таинствах, обратите внимание, даже в православной гимназии мы никого из детей не заставляем исповедоваться или причащаться. Но присутствие на богослужении, за которым раскрывается тайна христовых страданий, содержание страстной седмицы, это, конечно, дело вполне необходимое для того, кто желает выучиться православной культуре, а не просто вырасти так без рода, без племени и что-то примерно слыша о православной культуре, что что-то у них такое бывает на страстной. Ну и далее, конечно, сама Пасха и день-два после нее вполне могли бы быть общегосударственными торжествами, гораздо более приличными, чем какие-то размытые майские праздники, солидарности трудящихся под очень сомнительным соусом. А вот традиционно на пасхальном седмице, вообще на Пасху, на все эти дни, приветствие христианское, Христос воскресе, да? Я недавно слышал такую передачу, где один журналист, ставя себя как бы пентагонистом, таким неверующим человеком, он говорит, что мне не нравится, когда мне так приветствуют, потому что я вынужден или отвечать во истинном воскресе, но я этого не могу, потому что я не верую, или же я вынужден как бы промолчать, но тем самым покажу свое неверие. Я не хочу показывать свое неверие. Почему мне говорят Христос воскресе? Пусть говорят просто здравствуй. Правильно, очень хорошее замечание. Вас немножко поругаешь, вы сразу процветаете, как вишня весенняя. Действительно, очень важный вопрос. Христиане звонят по телефону, не видя, кто берет трубочку, говорят, Христос воскресе. На то в конце трубки напряженное молчание. Тут, конечно, нужна рассудительность. И слова «приветствую вас с новым весенним днем», или «как вы сегодня прекрасно выглядите», будут неплохой заменой такого пасхального приветствия, которое вызовет недоумение, раздражение и неприязнь. Тех, кто так же, как и вы, не думаете. В наше время проповедь Христа воскресшего должна совершаться обдуманно, осмысленно и не быть тем, отчего предупреждает нас Господь словами «Не мечите ваш бисер перед теми, кто не может понять их ценность». Бисерин. А нуждается в пшенице, просто в приветливости, в каком-то вежливом обхождении. А есть какие-то правила, кто первый должен начать поздравление, первый приветствовать, если возрастной мужчине? Так, как правило, мы ждем от старшего. То есть не совсем уважительно самому опережать приветствие старшего. И здесь как раз это противоречие. Не противоречие, а противоположное. Если обычно считается, что мы должны сами приветствовать старших, так и есть. Мы подходим, говорим «Владыка, благословите!» или «К старшему приветствуем вас, благословите!» тоже с таким приветствием мы к более старшему священнику подходим. А сами, если старшие, то ждем от младшего. «Батюшка, благословите!» или «Приветствуй!» «Здравствуйте, уважаемый такой-то, такой-то девчонки». А в ответ отвечаем тоже приветливо и любезно. То вот в отношении пасхального приветствия, тут действительно другая последовательность. Мы обычно видя, что нас заметили, ждем, что скажет Христос Воскресе, Отец Лука. «Поистину Воскресе!» Мы с радостью ответствуем и приветствуем того, кто нас поприветствовал, будучи старшим над нами. И так благоволит приветствовать нас этим воскресанием общей радости, общей любви. Так что здесь надо проявлять такую тактичность. Ожидайте. Ну что ж, друзья, опасаемся утомить вас, вам и так нелегко от изобилия радости. И еще раз желаю вам соблюсти свет пасхальных дней действительно в светлом устроении души и в здравом телесном устроении. Просим не забыть и о том, что милосердие ваше сейчас и наше с вами нужнее, особенно тем, кому не весело по разным причинам. И да, поможет нам Господь в этой пасхальной светлой радости сохраниться на многое лето. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok